Разговоры об объединении Губкинского с посёлком Пурпе ведутся давно. Лёд тронулся в январе. Администрация Пуровского района провела социологическое исследование. Большинство респондентов ответили, что получают услуги в Губкинском. А 80% удобнее лечиться в губкинской больнице. Не единожды уже был в Пурпе, несколько раз туда выезжал. В ходе поездок я общался с населением, с трудовыми коллективами, где неоднократно звучали вопросы о неудобстве расположения районного центра. Это транспортная доступность, удалённость. И в общей массе были вопросы получения медицинских услуг, узких специалистов, а также оформления документов и многое другое. Если жители Пурпе решат объединиться с близлежащим Губкинским, то у посёлка появятся новые перспективы развития. Их обсудили главы на встрече в администрации Пуровского района. Для нас самое главное – это обеспечить необходимое качество жизни населения как посёлка Пурпе, так и города Губкинского. Конечно, мы видим очень много преимуществ, если территория нашего города расширится. Если территория наших добрых соседей будет развиваться такими же ритмами, как наш город, безусловно, это отразится в положительную сторону для всего населения посёлка Пурпе. Самый масштабный проект – новая четырёхполосная дорога. А вот автобусное сообщение при объединении изменится сразу, не дожидаясь новой трассы. Межмуниципальный автобус станет городским. Ходить будет чаще, цена билета снизится. Сделаем очень много работ по благоустройству территории посёлка Пурпе, по благоустройству территории посёлка Пурпе-1. Конечно же, уделим особое внимание ремонту дорожного фонда, активизируем темпы строительства. В общем, мы сделаем всё, чтобы посёлок Пурпе, Пурпе-1, они развивались так же ритмично, так же динамично, как наш любимый город Губкинский. Остаётся вопрос сохранения льгот для пурпейцев, как жителей сельской территории. Его взял на контроль Виктор Казарин. У нас такой опыт на Ямале имеется. Сейчас очень важно выстроить диалог с жителями, получить от них поддержку в этом направлении. И при принятии решения депутатами муниципальных образований, высшими должностными лицами, главами городского округа и района, регион подключится, и выйдем с законодательной инициативой по внесению изменений в поправке этих профильных законов региональных, которые закрепят эти льготы и гарантии, и они будут сохранены. Теперь дело за пурпейцами. Окончательные решения примут именно они. Основой для принятия каких-либо решений должно быть в первую очередь мнение жителей, каждого пурпейца. Каждый житель имеет право голоса, мы должны услышать всех, и поэтому считаю необходимым в этом вопросе провести публичное, полноценное слушание, и после этого должно быть взвешенное решение. Следим за развитием событий. Зинаида Исаева, Олег Короткевич, Новости Губкинского.